Ка-а-а! Гелички-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сейчас на улице, как обычно, примерно 2-3 часа ночи. Катя спит! А все мы знаем, что я делаю в одиночестве, когда Катя нет дома, или когда Катя спит. Шалю! Я люблю просто шалить! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я заметил то, что в рубрике «Выживание» в последнее время начали пропадать из моих сундуков золотые яблоки, алмазы, изумруды и прочие драгоценные предметы. И я даже не знаю, кто бы мог их воровать. Даже пальцем не буду показывать на этого человека, кто может их воровать. Все мы знаем, кто это, поэтому до свидания! Один из моих подписчиков в этом ролике подготовил для меня несколько супер-скрытых домов, которые помогут мне защититься от того самого человека. И вот эти предметы, которые находятся в этом сундуке, тоже мне помогут защититься от того самого человека. Вы спросите, на кой чёрт тебе динамит, алмаз и палка? Сейчас сами всё увидите! Ведь именно вот эти дома, которые я буду строить в следующих стерях выживания, спасут мои ресурсы и мою жизнь. Дома работают чудесным магическим образом, и мне нужно найти то дерево, в котором спрятан первый из пяти домов. То, что выделяется туда, куда мне нужно будет кинуть определённые предметы, чтобы у меня... Открылся тайный проход! Так, ну, учитывая то, что посередине леса передо мной находится доска из тёмного дуба, значит, это первый проход. Мы берём сундук, мы берём палку и мы берём дуб. Всё это нужно бросить в одну кучу, вот так, так. И как только я брошу вот этот дуб, у нас откроется тайно-секретный проход. Опачки! Не-не-не, не спрашивай, пожалуйста, как это работает. Я сам души не чаю, я не умею строить эти дома, это мне подписчик построил. Но, в любом случае, кто бы мог подумать, что именно таким образом может открыться наш первый дом. Если даже я не догадался, значит, Екатеринафик точно не догадается. Так, это наш первый этаж, с которого уже открывается неплохой такой вид. На первом этаже у нас находятся рядовые всякие предметы. Там печка-шмечка, верстак-шмежстак, сундуки. В сундуках куча еды, куча печенек, несколько изумрудов, стол зачарования и алмаз. Давайте посмотрим, что находится на втором этаже. Я вижу то, что там ещё и третий этаж. Золото. Все мы знаем то, что Катя душу продаст за вот эти два кусочка золота, но не будем об этом. И две кровати. Ага, это типа, если мне скучно станет спать на вот это, я начну спать на вот это. А если мне скучно станет жить, значит, я упаду вот сюда. Всё понятно. Поднимаемся на третий этаж. И треееееееееееее. Дратути. Третий, последний этаж. Я даже не знаю, какая здесь должна быть задумка. Скорее всего, в этих эндерсиндуках я должен хранить какие-то ценные предметы. А всё же, если кто-то спалит вот этот третий этаж, всегда с помощью зажигалки я смогу его подорвать. Ладно, домик на дереве неплохой. Но у нас в запасе ещё четыре дома, которые помогут спасти мою жизнь и мои предметы. Вот у всех стереотипы то, что если ты ставишь ТНТ, он взорвётся и разнесёт всё к чёртовой бабушке. Но не сейчас и не в следующих моих троллингах. Если поставить ТНТ вот именно в этом месте, на вот эту доску, и если его поджечь на счёт раз, два, три... Откроется секретный проход в скале. А если нажать на эту кнопку, то, естественно, ни черта не произойдёт. Вуаля! Маленький такой уютненький дом, опять золото, опять сундуки, опять еда и подъём... А здесь у нас что? Зелия всякие. Опа! Неплохо, неплохо. И если подняться на второй этаж, то здесь одна кровать. И здесь у нас также находится меч. В принципе, через вот это маленькое окошко можно наблюдать, никто ли не хочет подкрасться к нашему дому. И всё же, если кто-то хочет, учитывая то, что лука у меня нет, можно плюнуть ему в лоб. Как бы защиту от врагов. Маленький, уютненький, хорошенький домик с башкой и мёртвого скелета. Вот то самое, что нужно. Так, а где третий дом? Третий дом у нас спрятался в руинах. Там, где никто бы даже не мог подумать, что здесь что-то есть. Прибежав сюда, мы видим просто разрушенный дом, в котором кто-то доповесил... Наверное, не очень приятная здесь история была у этого молодого человека, который здесь проживал. В сундуке у него пусто. Наверное, был бомжом, но как бы это ещё не всё. Развернулся и полазив по вот этим всем непонятным заброшенным камням, мы видим ещё один потайной проход. Он тоже открывается не так просто, как ты мог подумать. Поставив сюда дверь, нажав на вот эту дверь, ни черта не произойдёт. Ага, наверное, нужно в неё зайти. Вот кто бы мог подумать, что мы находимся в Гарри Поттере. То есть, если мы приблизимся вот сюда... Опачки, жопачки! открывается потайной проход в бункер. Спустясь в этот бункер, мы можем обнаружить... Е-е-е... До конца жизни хватит, чтобы на Мальдивах жить. Здесь! Здесь опять еда! Здесь опять инструменты! Здесь опять, опа, золотая морковка! И, в принципе, как я вижу, всё. Бункер у нас маленький, но, как бы, здесь всё необходимое для удобной приятной жизни для холостяка. Вот. Это на всякий случай, если Катя решит меня бросить после этого ролика, узнав то, что я планирую для троллинга 5 потайных домов. Одна кровать, куча ресурсов! Зашибись! Но у нас ещё на очереди два дома, которые ещё сложнее будет попасть, чем вот в эти... Эх! Ой! Высоко-высоко в горах! Не знаю, кто высоко в горах шахту-то построил, но мы поднимаемся именно вот сюда! Да, недоброжелательная шахта. Наверное, тут пару гномов вот это жизнью попрощает. Ну, да. Как вы видите, да. Так! В этом сундуке у нас ни черта нет. А здесь у нас... Опа! То ли раздатчик, то ли дропер, который закрыт! Ну, как бы... Я знаю, что надо, чтобы его открыть. И то, что нам нужно, находится, наверное, вот в этом сундуке. Ключ! Сейчас тебе покажу, как спрятан дом у нормальных шахтёров, которые, наверное, его не поделили и, скорее всего, здесь скончались. Открыв вот этот раздатчик, мы обнаружим в нём кирку. И как только мы перенесём эту кирку к себе в инвентарь... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! То есть, как ты видишь, с помощью кирьки, с помощью раздальчика у нас открывается потайной проход. Ещё очередной бункер. Или можно даже сказать, в кузницу гномов. Куча сундуков, куча TNT, куча столов зачарования и куча наковалин. Как мы можем наблюдать, с одной стороны у нас течёт лава, с другой стороны у нас течёт вода. Это, наверное, как раз-таки, как я только что сказал, здесь жили гномы. В сундуках, да, в сундуках то же самое, куча... Как, как, чего? Куда, что, где? Вот сейчас у меня небольшой такой сердечный приступ случился, я ни черта не понял. Не лазьте по сундукам гномов в заброшенных шахтах. Потому что вам на голову может гора свалиться. Обосротушки, не вставушки, вот. А если открыть еще один сундук? Ну, слова яйцам куриным сейчас хотя бы ничто не произошло. Давайте к чертовой бабушке мы будем вылезать из этой шахты. Здесь у нас засыпало какой-то проход. И, возможно, именно в этом проходе было что-то секретное. Но это мы с тобой никогда не узнаем, потому что задница-то очень любопытная. Хотела зайти во все сундуки. Ну и, конечно же, царские хоромы в паутине. Две кровати и куча ресурсов. Давайте отсюда будем текать, пока здесь опять какая-то темная магия да не произошла. Сраные гномы. Ага, то есть я даже выбраться не могу. Проход засыпал, а что мне делать-то сейчас? А, я же могу вот здесь выбраться. Ну, хотя бы вот так. Матери божья, мама меня родила майнкрафтером и не скалолазом. Почему так много надо по скалам лазать? И вот последний наш дом. Скорее всего, дом какого-то богача, потому что он открывается только с помощью алмаза. Другие любые блоки, которыми... Вот я сейчас, кстати, покажу. Другими блоками наши тайные проходы не будут открываться только определенными. Заходим в башню. Иии, как я вижу, здесь чертов паркур, который я никогда в жизни не любил. Но нам нужно его пропаркурить и забраться на самую верхушку башни. Вот давай, смотри. Если я кину сюда кирку, ничего не работает. Если я кину сюда даже три золотые морковки, тоже ничего не работает. Даже если я ключом потыкаю, кину ключ, ничего не работает. Но если я кину алмаз, вот отсюда кидаю алмаз. И у нас прям над головой призывается просто нереально огромный какой-то летающий остров. На котором, наверное, тоже есть где-то два этажа. Джакузька. Как говорится, как бы пырышки, пупырышки, пырышки, пупырышки. Можно сюда прийти, немножко починить, пока кто-то не видит. Отдохнуть. Отметься от всяких проблем. И потопать опять на второй этаж. В этом сундуке у нас как раз и да, опять инструменты. Здесь у нас полотенце, потереться. И на втором этаже, как я полагаю, наверное, спальная зона. Да, прям на свежем воздухе. Палаточки. Пришел, лег, поспал, полазил с сундуком. Понюхал вот этот мухомор, который растет огромнейший просто. Что-то себе зачарил. Я даже не знаю, какой мой любимый дом. Слушайте, наверное, все же вот этот дом в шахте. Потому что именно он учит вот этих любопытных фраеров не лазить к путюжим сундукам. И валит им на голову просто всю гору. Идеи, идеи для следующих троллингов. Они уже воплотятся в жизнь прям очень скоро. Ты не подойди сюда ближе. Еще ближе. Ну ухо прям сюда подставь. Вот еще ближе. Ты вот напиши в комментах от одного до пяти, какой дом мы с тобой выбираем для следующего троллинга Кати. Потому что я один из этих домов 100% построю где-то в секретном месте в нашем мире выживания. И никто про него никогда не узнает. Если, конечно, кто-то опять не растрепает обо всем Кате, как он это умеет делать. Не подставляй меня, а? А сейчас не зря же я сюда пришел и не зря же я паркурил. Пузырики, пузырики, пырышки, пупырышки, 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 пупырышки. Если кто-то скажет Кате об этом троллинге, все очень просто. Я приду завтра и просто откушу ему нос. Субтитры сделал DimaTorzok